Всем привет! И это канал Turkish People. Меня зовут Андрея, я уже гид по Анталии. Ну, наконец-то мы в Анталии. Снимаем для вас новый ролик. Что могу сказать? Вы, наверное, следили за нами, за нашей историей про Сбербанк, про потерю денег, про взлом карты. Давайте это пока что забудем. Все, оставили в отдельный плейлист. Можете еще раз пересматривать эту историю. Кто еще не смотрел, советую посмотреть, чтобы быть в курсе событий, что с нами происходит. В общем, сегодня вернулась наша мама. И, ну, как сказать, сегодня. Сегодня ночью она вернулась. Мы уже успели сходить в школу, успели сходить я на курсы. Ну, в общем, мы приехали, конечно же, знаете куда? Вы уже видите. Это море. Мама очень сильно по нему соскучилась. Сказать честно, вот некоторые думали, что мама поехала в отдых в Москву. Конечно же, нет, она туда не поехала. Она все-таки все равно была волновалась. Она нигде не спала. Она была постоянно в дороге, постоянно слышала шум транспорта то в самолете, то в метро, то в поезде. В общем, давайте насладимся сначала морем и уже перейдем к основной теме видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, основная тема, это у нас, конечно же, про погоду. Все часто интересуются, спрашивают, какая же погода в феврале. Дима Тorzok. Честно сказать, в первой неделе было холодно, было зябко и был сильный дождь. Ну, а сейчас к нам пришла весна. Да. В Анталии уже, как говорится, можно назвать то, что весна уже скоро к нам придет, потому что светит солнце. Сегодня плюс 19 градусов. в море купаются люди конечно не такое большое количество но все равно это и тут есть забирать уже можно вот ведь я защищаю себя от солнца все-таки лучи уже сильные такие теплые в общем какая классная погода в анталии и все жители анталии они заряжены солнцем это полный позитив и кстати когда я хожу на свои курсы я вот смотрю за моими одногруппниками и они очень такие они приехали в анталию ради солнца ради моря и такие были грустны последнее время а прямо сегодня вообще такой хороший день потому что посвятил конечно солнце это наверно звучит очень странно но все таки люди зависимы от витамина d витамин d это витамин счастье что еще для счастья надо я сейчас сижу на камешках на моей любимой набережной кони-алты вот сзади меня море горы ну а самое главное что здорово и счастлива моя семья вы наверно тоже с этим согласитесь я говорю банальные вещи но не нужно про них забывается море можно всегда успеть полюбоваться 0 прекрасно в любую погоду ну и конечно же вы спросите как я съездила что я сделала заявление банку меня принял и теперь пока до 7 марта мне не придет отказ то я принципе не могу и дальше подавать но я еще хочу сказать что мне и выписки банка не проведены все операции поэтому я в полицию тоже не могла сразу написать заявление сказать честно так не хочется об этом думать я все эти три три дня расстраивалась и до этого два дня расстраивалась пока это случилось ну что сделано то сделано теперь осталось только ждать ну конечно же я обязательно жалобу напишу на банкеру где возможно все по перепощу везде напишу это все а в данный момент я просто наслаждаюсь я правда очень устала я всю эту дни была в пути постоянно куда-то передвигалась у меня было запланировано очень много и хотелось раз уж я поехала то увидеть и друзей и хотелось увидеть родителей и просто москву посмотреть сейчас я вернулась домой я поняла что действительно вернулась домой до объявили что в анталии плюс 12 градусов весь самолет так выдохну я так обрадовалась что не нужно уже такая теплая одежда и увидели я летала в теплом пальто в теплых сапогах на море это было единственное мое желание за сегодня именно приехать на море я бы и приехал и одна утром но как-то было бы нечестно муж пришел с работы он тоже наверное рад что я вернулась конечно но скучал по мне скучал и скучал аэропорта рано пришел собрать тебя отвезли детей свободно мужик и приехал жену встречать да и мы с тобой вдвоем поехали и ехали всю дорогу что мы обсуждали детей пойдем посмотрим дальше что будет ждем самое главное все здоровы все хорошо всех проведала и дома все хорошо три дня кормить дети уборку туда сюда почистить то есть ты теперь оценивать что делаю я дома все работе работой приезжай домой кормить еще раз и волноваться еще я звоню из периодически и спрашиваю как вы там они мне хотят перезвонить а я уже все в другом месте у меня уже нет интернета конечно когда семья живет вместе это гораздо легче и проще все делать не вместе хорошо а я вот первый раз ездила одна без семьи я вообще забыла когда ездила одна без кого-нибудь и я все время вы наверное видели в предыдущих моих видео часто говорила мы я вот настолько привыкла говорить мы а не я одна да я уже не представляю свою жизнь и вот без них без вас всех я вас очень люблю очень скучаю а вот море солнце вот это это место где можно напитаться энергетикой вот хорошей хорошей энергии все плохое здесь это останется мы с хорошим настроением поедем домой даже слов не надо просто мы просто посидели посмотрели на море помолчали даже вместе уже хорошо сегодня тепло у нас плюс 18 классный февраль начался весна он там лежат даже загораю ну конечно же с детками нужно поиграть видите какая галька эш тут замки песочные нельзя строить мы не в ларе тяни лар очень сильно любит вот можно так вот складывать ведра и перемешать их с водичкой в общем детям очень нравится что получилось как тебе погода ане отлично идеально солнышко светит классно да ну купаться еще нельзя потому что все таки не так тепло вот такие пикнички мы любим делать на море погода конечно второй половине февраля нас радует вообще классно завтра обещает плюс 16 градусов конечно может быть и не будет солнце но все равно вот такая хорошая теплая погода спасибо что смотрели это видео до конца не забывайте подписаться на youtube канал следите за нашей жизнью и в других социальных сетях в общем все ссылочки в описании не забудь поставить лайк нажать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео я вас всех люблю всем пока